Первым, что обсудили на заседании правительства, стали вопросы ряда образовательных учреждений. Так, здание, где на данный момент располагается Центр выявления и поддержки одарённых детей Аллы и Паруса, собираются выкупить. Учреждение на улице Университетская набережная рядом с Ульянским госуниверситетом находится в собственности застройщика. Рыночная стоимость здания с земельным участком – 160 миллионов рублей. Как отметили в Минпросвещении, приобрести здание планируют в рассрочку на три года. Была заказана и оценка, и таким образом это здание соответствует всем санитарным требованиям и нормам. Это первое. И это здание по стоимости по сравнению с иными зданиями и расположению наиболее точно соответствует задачи, поставленной президентом. А вот школы номер 19 для детей с ограниченными возможностями здоровья передадут в безвозмездное пользование нежилые помещения некоммерческой организации «Образовательный центр «Рассвет». На передаваемой площади планируется проведение занятий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами школы номер 19, а также школы-интерната номер 89. Данный объект в настоящее время закреплен на праве оперативного управления за областным государственным казенным общеобразовательным учреждением школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья номер 19. Учреждение в основной деятельности не используется. Также рассмотрели бюджет на 2021 год. Доходная часть увеличилась на 2 млрд 410 млн рублей благодаря субсидиям из федеральной казны. Их направят на выплату заработной платы бюджетникам и на обеспечение мер соцподдержки отдельным категориям граждан. Общий объем доходов составит 79 млрд 823 млн рублей. Расходная часть также увеличивается на 2 млрд 410 млн рублей. И общий объем расходов составит 87 млрд 695 млн рублей. Дефицит областного бюджета не меняется и остаётся прежде. Все предложенные изменения были приняты. Нормативные документы передадут в областной парламент для окончательного решения. Анна Тищенко, Данил Сурков, Улправда ТВ.